В полной мере не просто поддерживая, а всячески выражая самую высокую оценку эффективности деятельности наших кандидатов. Обе кандидатуры поддержаны единогласно. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуры Юрия Трутнева на должность зампреда правительства страны и Алексея Чехункова на должность главы Минвостокразвития. Юрий Петрович Трутнев и Алексей Олегович Чехунков – это те люди, которые для Дальнего Востока по-настоящему родные. Это руководители, которые всем делом своей жизни подтвердили, что нет задач формальных, все задачи сущностные, и поручения, которые даны президентам, и стратегия, которая определена по Дальнему Востоку как национальном приоритете, она сегодня находится в нашей общей ежедневной повестке. Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что у Дальнего Востока огромный потенциал, огромные возможности и очень серьезные амбициозные задачи. Не скрою, что по Дальнему Востоку приходилось принимать очень многие решения, ни на что не похожие. Не было аналогов и нет. Фактически это были те управленческие, особенные решения, которые позволяют сегодня говорить и об особенном результате. И на законодательном уровне Государственная дума по поручению Вячеслава Викторовича Володина всегда вопросы, связанные с приоритетами определенным президентам, рассматривает в особенном порядке, в оперативном порядке. Тысячи инвестпроектов, более 4 триллионов рублей инвестиций. Дальний Восток развивается, растет и уровень дальневосточников, отметил Юрий Трутнев. Растет уровень жизни дальневосточников. В то же самое время еще очень много работы впереди. Мы будем эту работу выполнять так же, как и старались, выполнять ее ответственно, целеустремленно. Постараемся добиться лучших результатов в самое ближайшее время. Алексей Чекунков особо подчеркнул, что взятый курс на развитие и обеспечение дальневосточников комфортной жизнью будет продолжен. Среди них и реализация мастер-планов, и развитие Северного морского пути. Перед нами стоят большие задачи по развитию энергетики, модернизации, создания до 3 гигаватт электрической энергии, только на Дальнем Востоке. В Арктической зоне это реализация закона о Северном завозе, это реновация закрытых административных территорий, новые амбициозные цели по развитию туризма, по цифровизации регионов, повышению качества управления в регионах, по обеспечению экономики кадрами и, конечно, по поддержке участников специальной военной операции. Заметитель представителя Госдумы уверена, что сегодня у граждан России есть единая профессиональная и дружная команда, которая работает на Дальнем Востоке. Это представители всех уровней власти – федерального, регионального и местного, отметила Ирина Яровая. Мы сегодня с большим уважением и удовлетворением подтверждаем, что решение, принято единогласно, которое будет рекомендовано Государственной Думе, во многом отражает те качественные результаты работы, которые достигнуты по Дальнему Востоку. Исана Латыпфа, информационное агентство «Камчатка».